Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Всем привет, с вами «Формула семьи». Вторник, 18 апреля, 14.00. Мы начинаем. Студия Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачёва. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна. И здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Ну что, сегодня у нас тема такая, она открывающая блок, или уже этот блок идёт, я, честно говоря, не в курсе, хотя веду эту передачу, блок конфликтов. И сегодня мы будем говорить о таком распространённом семейном конфликте, как борьба за лидерство между мужем и женой. Тема эфира «Жёны против мужей». Да, мне хочется всё-таки начать с того, что поздравить радиослушателей с Пасхой, что Христос воскрес, и тема власти, она вообще сейчас вот как-то по-особенному звучит в эти пасхальные дни, потому что это тоже была борьба за власть. И, в общем-то, она разрешилась. И теперь мы знаем, что христиане все верят в то, что, в общем, смерть была побеждена, и, в общем, окончательная победа правильной власти, добра, она была установлена. Поэтому это, в общем, очень хорошие новости. Воистину воскрес, хочется мне вам ответить. Да. Воистину воскрес. Новости хорошие, но при этом борьба за лидерство в семьях не утихает, даже спустя 2000 лет. Отголоски, отголоски все еще продолжают звучать. Хотя казалось бы, казалось бы, в христианах они давно уже, давно были, должны быть затихнуть, но все-таки иногда, ну, дает себя знать, это вот такая вот тема, когда жены выступают противиться власти мужа, да, мужья противиться власти жены, возникает вот такая иногда революционная ситуация в семье. Низы не хотят быть низами, а верхи тоже не могут быть верхами, как мы проходили когда-то давным-давно, когда революция происходит. Поэтому вот мы сегодня поговорим об этом процессе. Как же это такое происходит? Потому что на свадьбе все такие влюбленные, все такие прекрасные. Мы в прошлый раз говорили о том, что прекрасные гормоны, счастье захватывают нас, и мы вступаем в брак в совершенно блаженном состоянии. Ну, вот когда-то в какой-то момент начинается вот это противоборство, и мы думаем, как же так? Он оказался вовсе не такой романтический, как он себя показывал. Как же так? Оказалось, что это не ее кудряшки, это все бегуди, ну, или другие разочарования, которые посерьезнее захватывают мужчин и женщин. Вот, и мне хотелось бы задать вам вопрос для обсуждения. Вот что в ваших отношениях вызывает вот такие вот разногласия? Что являются вот этой искрой, которая высекает иногда пламя ссор, что вы начинаете каким-то образом реагировать друг на друга? Давайте будем ждать ваших звонков или пишите, да? 8-800-333-17-06. Это номер прямого эфира. Вы можете нам позвонить, поговорить, поспорить. Женщины могут позвонить и сказать, вообще тут о какой власти мужчин вы говорите. Мужчины могут позвонить и сказать, о, у нас уже был такой случай, да, то, что женщины поломойки. В общем, друзья, ждем ваших звонков. teos.fm для сообщений. Пишите нам там. И также еще с помощью мобильного приложения можно нам сообщения отправить. Ну, и для тех, кто бежит, спешит, ну, или просто любит слушать нас с мобильных устройств, Viber и WhatsApp к вашим услугам. Плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять девять девяносто шесть. Итак, все каналы открыты, мы ждем ваших сообщений. Ну, а мы начнем с анекдотов. Я тут посмотрела много всяких анекдотов по этому поводу. У нас, кстати, уже есть звонок. Одну секунду сейчас воспримем. Просто только я зашла в студию, как Татьяна мне говорит, я анекдоты к эфиру ищу. Я думаю, классный у нас будет эфир. Так, у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Да, здравствуйте, Владимир. Хотел бы ответить на вопрос. Я бы хотела сообщить пренеприятнейшую новость. Да что случилось? Да, вот я так призвала, что пока мы воплоти, вот эти дряги-передряги, они из ничего, без конца, между мужчинами и женщинами, между мужчинами и мужчинами, бесконечная эта история, бесконечная война, воплоти. А вот там был в духе, то есть без этой оболочки, да? Вот тогда другой вопрос. Ну, Владимир, вы считаете, что это непредалимая абсолютно ситуация? Или все-таки что-то можно сделать? Абсолютно непредалимая. Есть решение, никаких не может быть. Решение никаких. Абсолютно никаких, никаких. И точка. А вы никогда не встречали семьи, которые вообще, говоря, решили этот вопрос и дружно живут? Не встречал. Не встречал. Это они на людях решили, якобы решили. А мы не знаем, что у них творится там, когда никто не подглядывает. Вы скептически к этому, да, относитесь? А? Скептически относитесь к тому, что такие существуют? Скептически. Совершенно скептически. Скептически. Очень даже скептически. Вот так вот. Спасибо большое. Спасибо большое за ваш звонок. Ну, Владимир имеет, правда, такую точку зрения. И, честно говоря, реалистичный. Его ведь точка зрения, ну, это не то, что вот он холостяк, поэтому он так считает. Так считают многие, в принципе, пары, которые женаты, у которых есть дети и так далее. Это распространенная такая точка зрения. Распространенная точка зрения. Я могу здесь конкретно лично сказать, что я, например, знаю точно несколько пар, которые, в общем-то, я не могу сказать, что они конкретно, вот прям вообще не ссорятся никогда, но, во всяком случае, нашли способ эти вопросы решать, и они не живут, как кошка с собакой. Вот. Поэтому, в общем, прецеденты есть не только на людях, но и, в общем, в жизни на самом деле. С этими людьми, как правило, очень приятно находиться. Вот. Но это не значит, что они абсолютно, как бы, лишены эмоциональности. Эмоциональности – нет. Но эмоциональность, она такая положительно заряженная. И если какие-то вопросы решаются, они лишь решаются в таком положительном ключе. Но это вот хочется ободрить Владимира. Не теряйте надежду. Всё-таки есть здесь счастье на земле. Пусть оно не полное, не в полной мере, да, но оно всё равно есть. И бывают счастливые семьи, бывают счастливые супруги. Ну, наверное, наверное, да, я с вами соглашусь. Я просто сейчас пока размышляю над другой мыслью, которая мне в голову пришла. Сколько уже было оговорено, сколько было проповедей, рассказов, историй, радиопередач, советов, чего только не было. О том, как нужно относиться жене к мужу и мужу к жене. И ничего не меняется. И ничего не происходит. Проблема остаётся актуальной спустя год, два, десять, пятнадцать, сто, двести, триста лет. Просто всё зависит от общества, в котором мы находимся. Сегодня у нас одни проблемы, сто лет назад они были немного другие. Вот. Почему так? Ну, уж сколько раз твердили миру, да? Да. Вот. Тем не менее... Может, мы бессмысленно тогда здесь сидим? Бессмысленно сидим? Что-то прямо сначала пошла какая-то вот пессимистическая. Я не согласна, друзья. Особенно в пасхальное. Всё-таки время. Мы должны верить в то, что вообще жизнь больше, чем каких-то проблем. И вообще, на самом деле, достаточно всего хорошего. Просто может смотрится, мы устали от этой зимы, да? Мы как-то климатически все грустные. Думаем, когда же счастье придёт? Вот. Всё будет. И это всё возможно. Мне кажется, вопрос тут вообще не в плоти, как теле, как таковом. Да? Что на Земле этот вопрос разрешён не может быть. Всё дело в том, что сколько я конкретно усилий кладу на то, чтобы в моей семье был мир. Или я являюсь тем, который всё время разжигает войну. Да? Кто? В какой я функции? Да? Потому что, в принципе, если мы читаем характеристики вот такого христианского человека, он вообще, говорим, мирный человек. Это не человек, который всё время везде провоцирует какие-то ссоры. Ну, встречаются вот такие люди, знаете, они как вот огниво, наверное, можно назвать, да? Где они не попадают, там вот пламя разгорается. Вообще говоря, ну, люди мирные вообще живут мирно. Да? Если вот у вас вулкан действующий всё время, всё время или пар, или чад, или какой-то пепел, то вот, наверное, с миром бывает сложнее. Ну, я хотела бы вернуться как власти, как таковой, да, и всё-таки приготовленные мной анекдотом. Пусть они в несколько таком будут укороченном варианте. Ну, вот, анекдоты про Вовочку всегда вот такие они вот, ну, на грани, да? Папа объясняет структуру власти. Вовочке говорит, ну, вот, наша семья – это маленькое государство. И он спрашивает, папа, тогда кто ты? Он говорит, конечно, президент. А мама кто? А мама власть. А бабушка кто? Бабушка ФСБ. А кто же я? А ты? Ну, ты народ. Вот так вот. Вот так много власти, да, и так мало народа оказалось вот в этой семье. Мне больше нравятся аналоги бабушкой ФСБ. Ну, правда ведь, да. Бабушка что-то, какую-то функцию контроля однозначно за безопасность отвечает. Вот, конечно, вот такие аналогии. То есть, в принципе, конечно, в любой семье есть отражение тех процессов, которые есть в обществе в целом. Да, есть кто-то главный, есть кто-то исполнительная власть, да, есть какие-то другие всякие органы. Вот. В этом плане хорошо, если папа президент. Я вот читала исследования, что исследовали анекдоты и поговорки, которые есть по поводу семьи и конфликтов в семье. В частности, сравнивались русские анекдоты про семью и американские анекдоты про семью. Немножко есть нюансы, потому что в наших семьях, в основном в русских, карикатурно изображается жена, которая является собой власть все. А муж, он такой достаточно инфантильный, в общем, не готов он решать никакие вопросы, большей части подчиняющийся. И мы с вами уже говорили, что это вполне соответствует такому сказочному у нас распределению власти. Часто в сказках мы не видим вот этих вот таких вот мужей, которые были бы сильными, которые бы главенствовали в семье. Как сказка-то начинается? Ой, называется Морозка. Да, я хотела ее вспомнить. Да, Морозка. Пыталась вспомнить. Ну, собственно, говоря, Золушка недалеко ушла, хотя это, в общем, братья Гримм, да. Вот, поэтому... А 12 месяцев. 12 месяцев тоже прекрасная сказка. И какая там бедная эта девушка. Вот, ну, в общем, папа мало имеет голоса. И в этом плане, конечно, очень много всяких анекдотов по поводу того, что мужчины, они занимают такую подчиненную позицию в структуре семьи. Вот, например, из зала суда. Такой анекдот. Ответчица Сазонова, объясните, за что вы ударили своего мужа утюгом по голове? За то, что я сто раз повторяла ему, какой у меня мягкий и уступчивый характер, а он все не соглашался со мной. Вот так вот. анекдотами, это прям жизненно. Да, очень жизненно. Но не надо бить утюгами по голове, есть другие способы решения вопросов. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу Формула семьи. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06 Формула семьи продолжает эфир. Сегодня мы говорим на тему жены против мужей. Говорим о борьбе за лидерство в семье, почему так происходит, почему мы не можем смириться и где-то принять своего супруга, причем это там обоюдный процесс в каких-то моментах. Татьяна, у меня к вам вопрос. Я сегодня, когда в офисе мы сидели, обсуждали, какой будет эфир, о чем будет речь, одна коллега моя услышала тему и говорит, Эль, а почему жены против мужей? Почему не мужья против жен? Я говорю, ну в таком случае ты, когда говоришь, что мужья против жен, ты как бы уже автоматически ставишь женщину на первое место в семье, ну в виде президента, а мужа на второе, и он все пытается выхватить вожжи. Я говорю, так же не должно быть? Она такая, а, ну да. Так или не так? Ну в общем, в этом есть доля истины, потому что мужья, они как те, которые определяют основную атмосферу, основное русло течения семьи, жена все время пытается вот у него эту власть какую-то забрать, иногда успешно, как мы вот слышали в анекдотах, но вместе с тем, знаете, это, по-моему, высказывание Маргарет Эчер говорит, что власть это так же, как женственность, если тебе приходится доказывать, что она у тебя есть, то, в общем, у тебя ее нету. Вот, поэтому если женщина все время пытается... Маргарет Эчер, я напомню, это железная леди. железная леди, да, с властью у нее все было прекрасно. Да. Вот, и если вам все время приходится доказывать, что вы в доме хозяин, да, то, ну, как бы, вот вопрос, да, есть ли у вас власть, или это положение безвыходного, потому что, когда человек чувствует, что у него не хватает власти, он начинает пытаться это компенсировать какими-то активными действиями. ну, и, может быть, узурпировать власть у того, у которого она есть. Хорошо, а прежде чем мы будем говорить вот именно о борьбе за власть, можете тогда рассказать, какие, скажем так, есть, ну, не то чтобы традиционные восприятия, где, какое положение должен занимать муж и жена, а какой должна быть семья, чтобы этой борьбы не было? Ну, мне кажется, здесь ключевое, не то, что какая-то семья должна быть идеализирована, просто задача в том, что двум разным людям нужно договориться, вот, но они в любом случае будут разные. Часто конфликты провоцируют именно разность, может быть, неоправданные ожидания, да, может быть, разные немножко варианты характеров, кто-то сильнее, кто-то слабее, да, но как только кто-то начинает доминировать, ну вот возникает такая нехорошая динамика, а часто это доминирование проявляется, и часто жены хотят доминировать. Вот отсюда у меня тоже вопрос, зачем тогда доминировать, почему бы не строить семьи на компромиссии, на равноправии? Это возможно, если вы одна команда, если у вас чувство, что вы вдвоем делаете какую-то задачу, да, если у вас такого представления нету, или оно разрушается со временем, например, да, вот мы говорили про гормоны, вот первые три года все находятся в состоянии полного счастья, вот по мере того, как эта гормональная перестройка происходит, и люди, опс, увидели, кто это, что это за человек, а ты оказался не такой, как я тебя видел, ну понятно, да, ну мы можем тут говорить, зачем такое было придумано, да, иначе бы не женился бы никто, да, вот, то начинается, ну либо желание вернуть его в то прекрасное состояние, в котором он на самом деле никогда не был, потому что это наш был образ такой вот очень положительный, либо попытки менять этого человека, ну к лучшему, как кажется, да, либо месть за то, что он оказался не такой, ну и в принципе, и то, и то, и то, это, скажем так, вид насилия, получается, над человеком, вид доминирования, это вид доминирования, да, но оно может проявляться более ярко или более тихо, да, в этом плане мужчины могут проявлять это в более, там, в каких-то высказываниях резких, да, или в каким-то, там, я не знаю, критике, ну а жены могут это делать больше из-под воль, да, там, какой-нибудь сарказм, вот, или еще что-нибудь такое, или попытках манипуляции, там, с супругом, да, вот он сам не может устроиться на работу, я везде его резюме разошлю и сделаю так, как будто вот они сами его пригласили, ну типа, потому что я-то думала, что он активный такой и вообще будет везде ходить и устраиваться, но он не может, ну, значит, вот я сделаю ему добро, там, причиню добро, причиню добро, как мы говорили, У нас сегодня эфир был на эту тему, причинять добро в программе Героя нашего города. Ну вот, в общем, ну вот такие какие-то вещи, и они, конечно, создают отрицательный фон, потому что, как только, второй супруг чувствует, что им манипулируют, да, или на него оказывают давление, или происходит, или он чувствует себя беззащитным, когда у него власть эту забрали, то он пытается вернуть себе вот это вот положение. Можно представить вот эту борьбу за власть, как, вы знаете, качели, на которых качаются, то один вверху, то другой внизу, да, вот как только один оказывается внизу, а другой наверху, ну вот этот внизу пытается как-то толкнуться, чтобы вернуть какое-то равновесное положение, вот, ну и начинается, собственно говоря, вот эта борьба за власть, а ты что хочешь вообще, да? У нас есть, если сейчас мы будем говорить именно о России, например, у нас есть абсолютно традиционное представление о том, что муж это глава семейства, что жена за ним должна быть как за каменной стеной, что она в любой момент может спрятаться за спину мужа, муж решит все проблемы, вот такая идеальная семья, у которой там дети, не дети и так далее. Ну, на деле получается немного не так, на деле получается, что чаще всего оба работают, хуже, когда не работает он, та жена работает, но женщина приходит домой, у неё как бы вторая смена открывается, да, домашнего хозяйства, посуду помосят, детьми приберут, всё постирай, а мужчина приходит домой, ложится отдыхать. Вот здесь интересный возникает вопрос, про то, что жены против мужей, и кто главнее в семье, если так, то если мужчина не может обеспечить полностью семью, жена выходит на работу, не перекинут ли часть обязанностей по дому мужчине, и тут же получается какой, да, то есть вопрос, они теперь становятся более или менее равноправными, ну или смещаются вот эти традиционные позиции, это очень как-то непонятно для многих людей, почему так непонятно, это же логично. Ну, безусловно, сейчас на самом деле отмечают все, что мужчины гораздо больше начали вообще помогать по хозяйству, чем когда бы то ни было. Ну, раньше это было вообще никак, да, может быть, в христианском хозяйстве они там вместе делали, мужчины делали более тяжелую работу. Когда произошло вот это разделение труда и индустриализации, все уехали в города, вот недавно мы вспоминали, мама мне рассказывала по поводу наших каких-то предков, которые жили в деревне, но мужчины приезжали два раза в год, на Рождество и на Синокос. Вот, при этом семьи были огромные, они были там по восемь, по десять детей, а мужчины были в городе, зарабатывали деньги. Какое участие отца? Никакого. Материальные. Материальные в части отца. Вот, поэтому то, что сейчас мужья иногда там моют посуду даже или какие-то, ну, это, можно сказать, такое серьезное изменение в их положении, то есть это такое, они пошли на встречу с женом своим, которые тоже работают. Но вообще-то, конечно, одна из части, одна из частей супружеского договора, когда они садятся вместе, прикидывают, кто сколько зарабатывает финансово, прикидывают, кто сколько работает часов в день, да, и насколько тяжело эта работа, потому что иногда муж, если работает, там асфальт кладет после смены, да, а жена сидит у компьютера там что-то делать. Все равно это несоразмеримая работа и уровень усталости его, или там вот у нас один брат работает медбратом в доме для престарелых, когда он носит, все время поднимает вот этих вот больных, там оказывает какие-то им процедуры проводят, конечно, это более тяжелая работа и человек больше вкладывается. Оценка и распределение так, чтобы им казалось было справедливым распределение, да, но это нужно достичь договоренности и уметь донести это послание, что одному из супругов может быть распределение обязанностей на данный момент кажется несправедливым. Я совсем недавно, вот вчера буквально читала интересный репортаж на таком ресурсе, вы его, наверное, знаете, The Village портал, социологи провели такое исследование на Северном Кавказе, там, в Тагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, кажется, а в принципе о том, как живут люди. И вот интересный факт мне понравился, какой, там очень сложно найти работу мужчинам согласно своему социальному статусу, потому что для них это очень важно. Там, например, ну, разве он пойдет продавцом в магазин? Конечно, не пойдет. Разве он пойдет там, ну, вот на какие-то такие полы мыть? Конечно, не пойдет. Поэтому для женщин возможности трудоустроиться гораздо больше. Надо полы мыть, она пойдет уборщицей, она может пойти продавцом, учителем, медсестрой, юристом, кем угодно. То есть, ну, очень много возможностей в этом плане для женщин. Но традиции они берут свое. И что получается? Просто сравнили день мужчины и день женщины. Если мужчина не работает, то женщина обязана выйти на работу, чтобы ему помогать. Но при этом она с утра встает, кормит всю семью завтраком, потом идет на работу, приходит с работы, кормит всех обедом, ужином, там, все, все домашние дела на ней, все дети на ней, все на ней. Что делает мужчина? Ничего. Совершенно ничего не делает. И это вводит его в ужасный кризис. Он чувствует себя нереализованным. Он чувствует, что он не выполняет свою мужскую функцию. Что он кормильца. Да, что он не состоявшийся мужчина. Ему нужно проявлять свою власть, потому что почвы для этой власти сейчас нет. Вот как валюта у нас подтверждается золотом, вот то же самое получается, его власть, то, что он мужчина, глава семи, должна подтверждаться какими-то действиями. Это провоцирует его на то, чтобы показывать власть с помощью насилия. Он бьет жену, он орет на нее, он вот так показывает свою власть, чтобы жена боялась его, чтобы у нее даже мысли не было в голове о том, что вообще-то, вообще-то, он ей только мешает жить. Он лишний род в семье, взрослый мужик, который не хочет работать. в связи с этим... Но он не то, что не хочет работать, здесь не совсем, не совсем так, да. Он не готов поступаться каким-то своим статусом для того, чтобы работать на низкооплачиваемой работе. Да. Вопрос, о какой борьбе за лидерство мы говорим, если на самом деле это вот, это история Северного Кавказа, но поверьте, проедясь по России, все то же самое практически, за исключением каких-то вот именно ценностных, да, вещей, потому что у нас все-таки мнение общества чуть менее важно, чем на Северном Кавказе. Тем не менее, о каком лидерстве мы говорим, когда у нас даже адекватности нет в семьях? Ну, здесь мы поднимаем огромный пласт социальной проблемы безработицы, которая сейчас стоит. Здесь не только муж виноват, что он ленивый, такое тоже бывает, да, но зачастую возможности устроиться на работу просто нет. и поэтому мужчины, они проседают вот в этом отношении, да. Так я не понимаю, почему в таком случае он не может помочь своей жене по дому, понимаете? Вот это для меня загадка. А потому что особенно Кавказские республики, они очень традиционные, то есть это потеря его достоинства мужского, если хотите, Это я как пример привела, понятно, что на Северном Кавказе такой менталитет, ну а если, ну вот Москва, представляете, Москва, женщина работает, мужчина потерял работу, и он все равно отказывается помогать. Да, потому что может быть он с Северного Кавказа. А если нет? Ну если нет, то, ну, я за то, чтобы, вот жизнь, она непредсказуемая, она нам дает сложные задачки, которые мы должны решить, но семья, они, это двое человек, которые решили быть вместе, несмотря ни на что. Богатство и бедность, ну девушка тоже там, ну, идеальным ситуациям, тоже обещала, что она будет с ним в бедности тоже, да, в этом плане ее желание пойти работать и хоть какую-то копеечку заработать, может, не такую большую для семьи в этой тяжелой ситуации, это выполнение ее, скажем, клятвы, которое она давала. Но вместе с тем это возможность сидеть и пытаться разрешить как-то эту ситуацию, попытаться, ну, перераспределить роли, в конце концов. Но это должно быть решено самой семьей, понимаете, это должно быть решено с учетом тех культурных норм, которые есть. В Индии, например, мужчина принципиально не делает ничего из домашнего. Далее. Нет, я имею в виду в целом, вот при таком, при таком муже, получается, жена, она сидит дома и... Не обязательно. Не обязательно. То есть она тоже работает? Она может работать, да, потому что сейчас цивилизация тоже проникает. Но там просто немыслимо представить, что-то мужчина будет стирать. Но это... Но это не приходит в голову никому, даже женщине. Понимаете, вот культурные нормы, которые установлены, ну, в каждом обществе, они очень сильные, они определяют круг жизни человека, в том числе и распределение ролей. Если сейчас у нас в связи с изменением ситуации, они, ну, меняются, становятся более гибкими, то в более традиционных культурах они просто как закон существуют, их невозможно пересмотреть решением супругов. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. О несправедливости жизненной мы сегодня говорим о борьбе между женами и мужьями. Ой, поехали. Да, у нас есть сообщение. Артём из Эстонии пишет. «Добрый день. На Северном Кавказе женщины высмеивают мужчину, убирающего со стола». Да. Возможно, я не вдавалась в тонкие культурные традиции. Я просто говорю о том, что... Ну вот спросите у европейца, спросите у человека, который живёт в России, тоже в европейской части, в Москве, в столицах. Ну, спросите у женщин, у жён, согласны ли они на такие условия, на которых живут женщины в Северном Кавказе или вот в Индии, например, как Татьяна привела пример. А лучше всего спросите это вот действительно у европеек, в Швейцарии, например, в Швеции, готовы на это женщины? Они покрутят пальцем у виска, понимаете? Ну, потому что там другие культурные нормы, другие условия. Здесь нельзя сравнивать. Раньше были тоже такие же культурные нормы, условия, когда женщина занимает второе место в семье, и она обслуживает мужчину. Но всё изменилось и меняется у нас. Да, я знаю, или за правду, или за то, чтобы женщины обрели своё достоинство. Я тоже, на самом деле, за это. Я просто говорю, что в каждой культуре и в каждых своих экономических условиях решение этого вопроса может быть разным. вот, но я что-то хочу насчёт женщин сказать, что женщина, на самом деле, несмотря на то, что она там работает, убирает, она очень часто за эту власть очень сильно борется. И иногда женщину никто не заставляет работать. Она говорит, я пойду работать, буду зарабатывать деньги, я буду независима ни от кого. Вот, понимаете, это вот борьба за власть тоже. Вот, она, у неё есть все возможности сидеть дома и ничего не делать. Она же выбирает активную позицию. Она выбирает себе вторую работу, она выбирает себе третью работу. И она хочет этим самым доказать, что на самом деле она может, что она может даже и лучше этого мужчины справляться. И таким образом вот это вот распределение власти в семье, оно подвигается. Потому что, конечно, если женщина зарабатывает всё, весь доход, да, а мужчина сидит, ничего не делает, как вы думаете, как будет приниматься решение в семье? У кого деньги, кто-то заказывает музыку. Конечно, конечно, пусть он попробует сказать. А вы представляете, что в такой ситуации, например, ведение бюджета находится у мужчины? Да? Что она зарабатывает, она все деньги ему отдает и он распределяет. Это очень странно. Да, а тем не менее, если мы возьмём обратную ситуацию, когда мужчина зарабатывает, отдаёт все деньги жене, и она распределяет, это нам кажется нормальным. Ну, сложно, сложно, я с вами соглашусь, сложно. Вопрос в том, что если в этой предыдущей, да, ситуации, когда женщина зарабатывает и отдаёт все деньги мужчине, если мужчина будет их распределять тоже с умом и понимая нужды семьи, то почему нет? А мы-то сразу что в голове представляем? Сейчас, как в анекдотах, советских фильмах, сериалах и так далее. Сейчас пропьёт, сейчас потеряет, он ничего не может и так далее, и так далее, и так далее. я вот могу сказать, мы несколько ситуаций тут рассматривали, я веду доброчное консультирование, да, и очень часто то, как у человека норма какая-то сформирована по распределению ролей, она устанавливается просто семьёй, в которой он вырос. И причина, по которым женщина ввела распределение доходов и ввела денежные вопросы, во многих церквях, потому что муж пил и он не мог справиться с этой ситуацией. То есть не то, чтобы женщина как бы отобрала эту власть у мужа, но это было решение, может быть, даже обоюдное, и решение, связанное с пьянством, что, в общем-то, к большому сожалению, приводило к каким-то диспропорциям во власти. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Да. Добрый день. Слушаем вас. Вы знаете, я вот сейчас слушаю тоже вас, и вот вы говорите о разделении финансов мужчин и женщин, кто кому деньги отдает, как вообще деньги распределяются. Но это только последние пару минут нашей передачи. Да, да, да. Так вот я хотел сказать, что не важно мужчина или женщина, тут нужно смотреть, кто умеет этим заниматься. То есть мужчина и женщина, они должны между собой договориться или понять друг друга. Например, у меня родители, мама работала бухгалтером, папа монтажником. То есть деньги были все у нее. Он совершенно спокойно с чьей-то совесть и отдавал, она распределяла кому сколько надо и куда. Вот. У меня как бы жена она с цифрами вообще никак не вяжет. Ей тяжело с документами и все. Я спокойно беру это на себя. Но при этом она зарабатывает. И как бы у нас какой-то бюджет раздельный. Скажем так. Но с финансами... Мы договорились, что дорогая, ты будешь покупать продукты, я буду допустим кварплаток и все такое. Но с финансами еще вопрос более-менее понятный. А вот если не секрет, расскажите, как у вас с домашними обязанностями и с вот этими ролями мама, папа, муж, жена, дом, быт. Как вы... Все на жене? Здесь я не стал вам звонить, именно потому, что у нас как бы все демократично. То есть как бы если ты любишь человека, ты разделяешь с ним все. Вот вспомни в конце концов разделить всю жизнь, да, и зло, и доброе, и быть в тягости во всем. То есть, ну, конечно же, хочется иногда мое я там на реванчике полежать, да, дорогая там работа, а я тут полежу. Вот. Есть такие моменты. Ну, это бывает редко. Но в основном ты понимаешь, что надо помогать. И когда ты помогаешь ей, она тоже развлекается, и как бы мы разделяем труд одинаково. Нормально. На самом деле это очень хорошая позиция, по крайней мере мне очень нравится, не знаю, как остальные. Спасибо большое за звонок. Это просто подтверждение моих слов Владимиру, что бывают варианты, когда все-таки в любви решаются эти вопросы. Но для этого человек должен больше чувствовать мы, чем я. Больше чувствовать, что нам вдвоем сейчас нужно этот вопрос решить. Нам вдвоем нужно убраться дома. Нам вдвоем нужно с кредитом разобраться. Если есть вот это ощущение команды, если есть ощущение доверия между собой, то, безусловно, борьба за власть, вот она исчезает. И на самом деле есть даже целое, можно сказать, такое, мы говорили, есть период влюбленности, а после этого, как правило, может быть, третий, четвертый год, вот это наиболее остро, потому что идет перераспределение, иллюзии закончились, и нужно с реальным человеком научиться жить. И вот здесь такие терки, они возникают, каждый пытается, может быть, он немножко потерялся в этих отношениях, может быть, он немножко уступил слишком свое пространство, и ему некомфортно стало во всем уступать, например, во всем соглашаться. Он говорит, ты знаешь, вот давай, пожалуй, этот вопрос нам нужно пересмотреть. Но прогноз благоприятен. Если вы передоговоритесь и решите вопросы сообща, то дальше вот переходит как раз к периоду вот этой зрелой любви, где появляется очень много общности, и на самом деле вот выкристаллизовывается эта взаимовыручка, когда, если я не могу, жена с цифрами не дружит, Дмитрий говорит, тогда я буду этим заниматься. А если бы она дружила, да, не вопрос, пусть она занимается с этим. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы было взаимопонимание и умение пройти через эти тяжелые моменты. еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, это Никита. Да, здравствуйте, Никита. Добрый день. Да, анекдот вспомнился по случаю передачи. Сидит казак на заваленке, шашку тощит, мимо жена бегает, Таша сварила, всех накормила, дрова нарубила, гусей покормила, дом прибрала, уже ухо и Таха говорит, ну ты бы хоть бы помог, что ты тут сидишь, у меня шашку тощу. Она бегает дальше, что-то делает, 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 говорит, ну вот, к нему подходит, никогда мне не поможешь, сидишь тут, шашку тощишь, ничего не делаешь. Он смотрит на нее, говорит, слушай, а вот если завтра война, а я уставший. Да. А вы согласны с этим сами, с этим анекдотом? Да, абсолютно согласен. Дело в том, что очень сильно переоценивают женщины свои заслуги в семье, потому что, допустим, постирать. Что значит постирать? Это взять белье из карбины, переложить в стиральную машину, нажать одну кнопку. Что значит приготовить пюре? Взять вареную картошку, уже заранее почищенную несчастным мужем, засунуть в блендер, нажать на одну кнопку, пюре готово. Ничего себе! Ладно. Ну, мы будем учиться, да. Да, ну, и получается, что, собственно, нет такой задачи, скажем так, которую не мог бы по дому выполнить мужчина. Вопрос вот женщины в хозяйстве, он очень высказан, говорит, а зачем она там? Зачем ее кормить, поить, содержать? Ну, подождите, 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 смотрите, кормить, поить, содержать, это если содержите, а если она сама работает, почему она вас-то должна обслуживать тогда? Ну, не знаю, что-то меня как-то никто не обслуживал, кроме врачей реанимации, но... Вот это, какая грусть-то. Да. Значит, мы здесь говорили по поводу равенства. Вот, равенство возможно, когда у вас доходы равны, свобода равна, возможно, когда у вас сила есть, когда у вас оружие в руках. Вот, потому что, если вы хотите быть богатым и свободным, ну, так не бывает, если у вас нет силы и денег. Логично. И, соответственно, никогда не будет равенства в семье, потому что тот, кто приносит деньги, тот музыку заказывает. Так, а если у обоих доходы равны, вы же сами сказали. Вот, а если оба равны, и оба приносят деньги, то делается вот так в моей семье, просто вешается для того, что нужно сделать, а верхняя половина женщин не нужна в семье в целом. И поэтому бедный муж чистит картошку. Ну, а что делать? Значит, честно, по вашим словам, вот, смотрите, у нас сейчас две ситуации. Дмитрий нам позвонил, сказал, что они тоже распределяют с женой обязанности вместе, и вы позвонили, сказали, что у вас тоже такая ситуация. Но при этом у Дмитрия любовь в голосе, а у вас немножко ненависть. Почему? Ну, не ненависть, может быть, какой-то обидок. Потому что, есть один маленький секрет счастливой жизни, вообще нахождение женщины, ее надо раскачивать. Нельзя всегда быть позитивным, нельзя всегда быть негативным. Вот это должен быть майкин. Позитив-негатив, позитив-негатив. Иначе ей станет скучно, и она уйдет куда-нибудь. Интересная у вас логика. От вас просто последние пару месяцев только негатив. Будем ждать, когда вы переметнетесь на сторону позитива. Спасибо за звонок. Интересно. Спасибо за такое. Но между тем, все равно есть определенное распределение обязанностей, что мне показалось очень важным в словах Никиты. И я на самом деле согласна, что женщина часто переоценивает свои заслуги. Если оказывается такая ситуация, что она сидит дома, ей видна только вот эта часть хозяйственная. Мужчина, он зарабатывает деньги, он решает какие-то большие проблемы, например, покупку новой квартиры. И женщина, если она не видит то, что делает муж, она часто зацикливается на своем вот этим хозяйственном таком уровне, и ей начинает казаться, что она делает на самом деле для семьи очень-очень много. Вот честно, если такая ситуация, что муж работает, а жена нет, и она сидит дома, муж ее обеспечивает, у меня здесь очень жесткая позиция. Сиди и не пищи. Ну, потому что факт. Женщина не может молчать. Я молчать не буду, да. Она все время должна что-то говорить. Тут же все по справедливости. А если вы зарабатываете вместе, тогда, значит, мужчина должен задуматься о том, что надо с жены часть домашних обязанностей снять, потому что она тоже работает, она тоже устает. Она даже смысл так и говорит. Ну, конечно. Но мы, женщины, тем не менее, все время выдвигают претензии, что их не уважают, что не обращают внимания, что они так много всего делают. Но надо здраво оценивать действительно, кто что делает, и распределять, соответственно, эти обязанности как-то более-менее справедливо. У нас есть несколько сообщений от Галины из Москвы с начала эфира. Мне все не доходили руки их прочитать. Добрый день, мои милые. Мы не можем жить с плохими мыслями, только позитив помогает нам двигаться к лучшему. Никогда нельзя быть без позитива. Если все плохо, то вспоминайте хорошее в своей жизни и держитесь за это. Да поможет нам Господь. Спасибо. Дальше она пишет. У нас тоже есть конфликты, и чаще они бывают из-за того, что я пытаюсь главенство отдать мужу. Не взять, отдать. К сожалению, я мозг семьи, и поэтому есть неровности в отношениях. Просто мужчина привыкает быть за спиной жены. Ну, как-то так. И дальше она пишет. Мне даже дети говорят, что я во сне что-то складываю, вычисляю, веду уроки английского языка. А, это уже наяву. Веду уроки английского языка. Устаю, конечно. Сейчас уроков у меня нет, но есть бизнес, в котором я главная. Вот так вот. А, и последнее сообщение. Мой муж и полы моет, и бельё стирает, и посуду моет, и делает всё по дому, что считает нужным. Ну, видите, главное, если вы счастливы, может быть, для кого-то это нонсенс такой, но если вы счастливы, хорошо, здорово. Ну, и на самом деле, я опять же возвращаюсь к тому, что есть разные времена в семье. Вот, например, последнее сообщение, я себе очень хорошо представляю, есть, например, у жены двойня. Как правило, мужчины без проблем включаются и помогают, и стирают, и убирают, потому что они видят, что реально нагрузка очень большая. Вот. Подрастают детки, да, они становятся немножко полегче. Иногда детки даже учатся убираться. Вот в моей семье прошло всего 14 лет, и это случилось, да? Вот. Татьяна. Это для старших 14 лет, или для всех? Для старших. Для старших. Но я просто говорю, что это происходит, и ситуация меняется, может быть, мужу и не нужно уже это делать, потому что жена плюс дети, в принципе, достаточно большая команда, чтобы справиться с этими хозяйственными делами. Он может спокойно выключиться, но просто нужно отслеживать эти вещи, друг другу задавать вопрос, ну, как у тебя дела, ну, как бы, это нормально, да, или ты там уже язык на плечо уже никакой. И жене, мужу то же самое, потому что иногда мужья не рассказывают о тех больших проблемах, которые у них на работе, да, муж несёт это на себе, и она думает, он ничего не делает, только шашку сидит, точит, да, а он там, может быть, герой страны, она просто не в курсе, да. Бывает такое тоже. Поэтому вопрос диалога и вопрос того, чтобы всё-таки вы решили идти вместе уважать этого человека и сделать это время, когда вы идёте вместе, чтобы оно вообще вам приятно было, а не мелко пакостить друг другу. Ну, я хотела ещё, знаете, несколько рекомендаций дать по поводу того, как же преодолеть вот это вот. Иногда бывает, вот попадаешь в такое состояние, начинаешь цепляться за каждое вот что-то. Давно я мужа не бесила, дай-ка что-то я ему скажу. Да, отлично, да. И жену тоже, вот как только вошёл, а ты ботинки помыла, да, тоже такой есть ролик. Почему же придраться-то, да? Ну, вот оно внутри недовольства есть, и оно начинает цепляться за всё. Ну, вот в этот момент нужно, во-первых, остановиться, понять, что это нехорошо, да, ну, давай попробуем что-то сделать. Вот часто потеряно вот ощущение «мы». Часто уже настолько жизнепараллельно, что каждый как бы мыслит себя как отдельного. А хуже того, когда он мне должен, она мне должна. Да, или начинают взаимные претензии как бы из этого. Ну, как правило, когда человек считает, что его задвигают, это выражается в виде вот этих взаимных претензий. Вот, хорошо в этот момент задуматься на тем, вообще, какая у вас жизнь, немножко такую переоценку сделать, да. Можно поставить какие-то новые задачи. Ничто так не объединяет, как совместные действия какие-то. Поставьте себе какие-то новые цели. Займитесь чем-то новым, чем раньше у вас не было. Вот мы вот, не что же сомневшись, стали тут кататься на горных лыжах. Муж сначала был просто в полном шоке, да, вот, ну, теперь как бы он очень рад, что вообще есть такое занятие, и вся семья как-то вот сплоченная стала. Не обязательно отдых, может быть какой-то, я не знаю, ремонт, наверное, банально, но какой-то новый дел, к которым вы можете соединиться. Не использовать манипуляцию. Манипуляция очень деструктивна. Она сообщает другому, что его не уважают, да, и с ним не считается. И что его используют. И что его используют. Это как коррозия вот в отношениях между мужчиной и женщиной. Нельзя ее использовать. Нет, женщины дорогие, учитесь говорить о том, что вам надо мужьям. Они не узнают это индуитивно. Скажите, что вы хотите эти сапоги, да, или что вам хотелось бы, чтобы вас пригласили в ресторан, что вам хотелось бы выйти в фильм посмотреть, да. Ну, говорите вашим мужьям, что вам хочется, заявляйте о каких-то вот вещах, которые вам необходимы. Поверьте, они с радостью это будут исполнять. Иногда невысказанные эти мысли приводят к тому, что мы начинаем пытаться, чтобы муж как бы сам угадал, и это нам предложил, но так как бы, как будто бы он не знал об этом. Ну, не работает это. Вот. А муж чувствует себя очень униженным, когда им вот так вот руководят очень криво. И понести уровень притязания по отношению к другому. Не надо, чтобы это был лучший человек в мире. Пусть он будет просто хорошим мужем и папой. Этого достаточно. Лучших нет? Нет, ну, есть лучшие, да. Ну, как, в смысле, лучший человек в мире. Такого не может быть. Ну, иногда нам хочется, чтобы он и на работе был первым, и начальником отдела, да, и картошку всё время чистил, да, и ещё что-то делал. И в постели он был там гигантом. Ну, как бы вот, если у вас хороший человек рядом с вами, который вас любит, этого достаточно для счастья, честно. По всем статьям, наверное, он не будет первым. Достаточно, что он хороший муж, хороший отец и работает. Вот. Женщины всё время пытаются куда-то продвинуть своих мужей. Не надо. Дайте им жить спокойно. Они сами будут продвигаться, если они не будут чувствовать вот это понукание всё время, кнут вот это, который сзади. Вот. И ещё, но нужно всё-таки в общении стараться следить за тем, что мы говорим. Часто невольно высказанная фраза по поводу того, эх, сколько лет тебе уже, да, или, ну, я-то думал, ты будешь умнее. Это вещь, которая очень сильно ранит. Мы, может быть, даже и не думаем так, но в какие-то минуты, когда мы устали, или мы злимся, или разочарованы, мы очень больно раним другого человека. Вот правило, что нужно быть таким же вежливым, как по отношению к незнакомым человекам, оно всё-таки должно быть в доме. Вежливость должна никогда не покидать вас. Держите себя в руках. Дамы, это духовное упражнение. Практикуйте.